Всем здравствуйте! Юрий Шулипп, в эфире канала Народная газета. Юрочка, здравствуй тебе большое! Приветствую, Светочка, и отдельное пламенное приветствие всем зрителям слушать его просветительского канала. Да, как оно классно сказано, как культурно. Юр, ну раз просветительского, значит, так просветительского с просвещения и начнём. Вот проект Путин заканчивается, да, и Вячеслав Володин ведь не зря, между прочим, говорит, что есть Путин, есть Россия. Не станет Путина, никто не удержит, я тоже думаю, Россию, а где всё сильнее центробежной силы, и не будет её в существующих рамках. И вот у меня к тебе вопрос, как ты считаешь, Россия сама по себе распадётся, или просто молча по-английски, или всё-таки будут, как говорится, референдум проводить? Давай! Вопрос, конечно, очень сложный, хотя ответ на него очевиден, распадётся, это однозначно, мы видим очевидный ответ. Ну вот как она будет распадаться, в каких формах, каковы от этого будут последствия, это, конечно же, вопрос очень достаточно серьёзного, глубокого изучения и исследования. Ну, конечно же, на мой взгляд, я достаточно серьёзно анализирую эту тему, и вот, например, был же референдум по поводу сохранения Советского Союза, где действительно люди высказались против того, чтобы это государство дали существовало. Ну, и я также полагаю, что в любом случае Путин, как это я везде говорю, его историческая миссия, ну, отчасти, конечно же, стоит с Володином согласиться, потому что действительно есть Путин, и существует эта колония, адская вот эта вот тюрьма России. А когда его не будет, то понятно, что и этой страны через какое-то время тоже не будет. Но я лично считаю, вот хочу за эти источники навести на такую мысль, которую я очень достаточно серьёзно обдумывал. Вот смотрите, нам говорили из некоторых источников, что вот уже в конце этого 2021 года Путин объявит преемника. Ну, де-факто сейчас такая же ситуация уже складывается, Мишустин, и есть такой некий преемник Путин. Потому что консенсус в так называемых путинских элитах по поводу Мишустина уже достигнут. И он уходит. Потом по конституции Мишустин, исполняющий обязанность президента, после чего выборы происходят. И, соответственно, мы можем рассматривать Мишустина как некого Горбачёва два нор. Что-то какая-то квази-отипель начинается. Возможно, приём отчасти демократизация. И тогда будет распад России по сценарию СССР два нор. Юра, слушай, хоть миллион аргументов приводи мне в пользу Мишустина, ни за что не поверю. Потому что по закону Задорнова после одного плешивого не может быть лысый, может быть только волосатый. Давай мы Мишустина как совершенно непрокодную кандидатуру оставим в стороне. Я согласен с законом Задорнова. Но, тем не менее, да, это действительно исторический факт, что в России, после того, когда наступил Собок, после революции 1917 года, был лысый Ленин, волосатый Сталин, лысый Кручёв. Да и так далее. Смотрите, ну это всего лишь просто один из вариантов. И почему я этот вариант указал? Потому что действительно просто поменьшусь, что пока что достигнут концепции. Конечно, Путин в любой момент может всегда переграть, это понятно. Но на сегодняшний день ситуация именно такова, как я её описывал. Там внутри этих так называемых кодинских элит. Сценарий другой. Вот смотрите, я думаю, что возможно он более вероятностный. И вот как раз таки по тому закону, что да, что Путина подкололи, он себя чувствует неплохо. И раз у себя плохо, тут нужно, опять-таки, у нас, понимаете, уже выработался определенный ряд формул и закономерностей. То есть, если Путин себя чувствует хорошо, ну относительно хорошо, то он, тогда у него возникает иллюзия вечности, и он продолжает править. И вот Путин продолжает править. Сколько он будет править при той медицине, которая его обслуживает из состояния здоровья? Ну максимум до 2024 года. И вот тут, как раз таки, смотрите, в канун 2024 года при правлении Путина может начаться процессы по развалу России. Могут, могут начаться внутренние процессы и может действительно быть так. Вот это, я считаю, при такой ситуации наиболее вероятностный сценарий, что Путин остается. Он формально является президентом, а регионы уже отваливаются. Начинается процесс сепарализации по образцу аналогичных процессов, схожих, которые были в СССР в 1989, в 90-х, в 91-х годах. Когда страны Балкии, затем Грузия, позже Украина присоединилась к объявлению своей независимости и выходной из состава Советского Союза. Вот такое может быть. Почему? Потому что Путин России добьет финансов и ресурсов. У него уже, знаете, всяких силовиков, жировиков и прочих ублюдков, чтобы содержать вот эту всю армию карателей, фашистов, палачей, уже не будет. Вот этот вариант, кстати, я вот хочу, зрителям, слушайте. Но почему? Я вернусь к вопросу главной темы, референдума. Подожди, подожди. Давай не будем длинными, как говорится, вот этими, да, делами. Так, ладно, тут Богдан Квитко, харьковчанин, передает пламенный привет из Харькова и скептически говорит, что мафия готовит преемничка. Ну-ну, значит, Валентина Манилова считает, что все верно, волосатый будет. А хана москвичка уверена, что Москву надо освободить от властей России. Там нет ни одного москвича, питерские и из других регионов. И вот Юра Медовар, который у меня бывает, да, коренной москвич, он тоже говорит, что не осталось практически москвичей, так что хватит все на москвичей валить. А, еще минуточку, Вячеслава Андреевича Пэ, я благодарю за поддержку по карточке. Вот давай вот на эту тему и отвечай. Ну, слушай, Светлана, фамилия Медовар явно не московская. Это первая. Медовар, урожденный, у него корни украинские, но этот ученый-эколог, член Российской Академии Наук, он урожденный москвич. Вот, мало ли у кого. Шулипа тоже фамилия украинская, однако сколько времени жиль-то он в России прожил, так что не надо тут. Дело в том, что, смотрите, Москва, на самом деле, по легенде, это Вавилонская блудница. Это искусственный город, абсолютно, где завозили людей сначала со всей Российской империи, ну, что такое Москва, это построили на болотах укрепление. Ну, а слово Кремль, это от чего произошло? Ну, это вот старо-татарском языке, на старо-татарском языке Кремль, крепость, укрепление. Вот, и искусственно этот город заселяли людьми, со всей бывшей Российской империи, потом большевики продолжили эту политику, централизацию со всего бывшего Совкра. И теперь в Москву едут со всех регионов. Поэтому, естественно, Москва это язва, это гигантская опухоль на нашей планете Земля, которая пожирает все живое вокруг себя, пожирает Россию, российские регионы в первую очередь. Россия является колонией для России и внутрироссийских регионов, является колонией для тех территорий, которые Российская Федерация сейчас временно оккупировала, территории Украины, Грузии, Сирии, Молдовы, в тех странах, где Россия имеет свое влияние. И несет стратегическую угрозу всему миру. Поэтому, естественно, такое искусственное государственное образование, как Российская Федерация, у них даже истории своей нет. История начинается вот с Ивана Грозного, с истории Московии. Все. Тогда, когда перед этим ставка с Золотой Орды, вот смотрите, начало истории Московии, чтобы вы понимали зрители истории, начинается с того момента, когда ставка с Золотой Орды переехала в Кремль. Вот отсюда пошла их история Московии. Все. А всю остальную историю, там, о крещении Руси, истории Киева, Киевской Руси, это московиты украли у украинцев. Это не их история, это история присвоенная. Присвоенная эта история, украденная у чужого народа. Эту всю историю они себе украли. И поэтому, еще раз повторю, что такая империя зла, мировая империя зла, она не имеет абсолютно никакого права на существование, должна быть ликвидирована и разрушена. Но для того, чтобы закрепить ее разрушение, чтобы оно в том числе было как-то легитимно в воле народа, то, конечно, я считаю, важный вопрос, который сейчас нужно обсуждать, уже сейчас. Я предлагаю его внести в информационную повестку. Это вопрос, касаемый референдума, общероссийского референдума о распуске Российской Федерации. Я понимаю прекрасно, что при путинском режиме такого референдума быть не может и не будет. Надо при этом обязательно учитывать опыт распада Советского Союза. И также нужно, уже говорят люди, о том, что их все проблемы внутри Российской Федерации, начиная от коррупции, плохих продуктов, преступности и всего прочего, заключаются только вот в этой военперской преступной политике. Которая дает отсутствие свободы слова, репрессии, различный прессинг, везде всех это все, еще раз повторяю, из-за внешних агрессий и вот этой вот преступной имперской политики. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы буквально через несколько лет, когда Путин потерял реальные рычаги управления и прошел референдум, возможно это еще путинские власти проведут его, действительно о распуске России. Я, кстати, более того хочу, Светлана, сказать, что вот именно путинскому окружению такой референдум будет очень выгодным. Почему? Потому что они разворовали практически всю страну. Их дети, близкие, жены-любовницы, подруги и все прочие в основном давным-давно живут на Западе. Они являются акционерами крупнейших западных компаний. Западный российский капитал, в том числе тот, который украден у граждан России, он тоже давным-давно назад. И таким образом путинскому окружению надо же будет как-то на воровство списывать деньги. А тут страны нет, страна исчезла и списывать будет не нужно. Почему? Потому что когда все равно где-то к 2024 году мы видим сейчас в России по всем фронтам, рубль обваливается, население, вот до недавнего времени почти 700 человек в сутки умирали только от одного коронавирусной инфекции. Это не говоря о смерти там от других заболеваний, от несчастных случаев. То есть, представляете, какой-то удар по экономике. Санкции, которые, несмотря на всю их слабость, декоративность и символичность, все равно они действуют. Россия из-за веры. И все, потому что если мы просто оценим общую политику, которую проводит Путин, все идет к распаду и развалу. К воровству, распаду и развалу. И таким образом путинское окружение, они сами по умолчанию, те, кто доживут, останутся вот в этой системе еще, кстати. Да, еще надо пережить путинизм, понимаете? Это тоже не так-то просто. И они будут сами заинтересованы в том, чтобы эту страну распустить. Юра, вот все-таки покороче монологи. Вот знаешь, когда у нас начинается такая тема о том, что транзит власти готовится, преемники будут, народ уже давно все это очень скептически воспринимает, и я с народом абсолютно согласна. Вот кнопка пишет, медицина зашла далеко по пересадке волос, сделают его волосатым. То есть после Путина будет Путин, вот, Богдан Квитко. Что-то меня терзают смутные сомнения, что Путин кому-то может отдать власть. Пока у него есть деньги для ФСБ, Росгвардии и армии, вряд ли этот режим, значит, рухнет. И Таня Иванова, умница, правильно написала. У россиянцев много Путиных в запасе. Так я хочу спросить не об этом. Путиных тогда в запасе действительно вагон и тележка. Проект Путин сколько может продолжаться? Как мировое сообщество вот к этому проекту относится? Вот это, мне кажется, реальный вопрос. Отвечаю на вопросы быстро, без монологов. До 2024 года это максимум. А мировое сообщество, ну, пока этот год ближайший, будет его проглатывать и все. Вот у нас как-то получается, Юр, ты на Соловья стал похож, честное слово, на Валерия. Тот все сладкую жизнь, перемены хорошие обещает. Но время откладывает. У тебя раньше был 21-й год переломный освобождение от путинского режима, а сейчас уже 24-й. Нет, секундочку, дело, послушайте, вопрос заключается в том, что мы не можем, никто из нас, даже лечащий врач Путина, предсказать, когда уйдет Путин. Безусловно. Все зависит от его состояния здоровья. Потом давайте уже будем, скажем так, действовать и понимать ситуацию в рамках определенных формул, которые складываются. И вот, зрители и слушатели абсолютно правильно подметил, но я хочу его единственное дополнить из той части, что если Путин себе начинает более-менее нормально чувствовать, я уже об этом говорил, то он тогда забывает о передаче власти всяким прием. Путин, еще раз повторяю, он будет держаться у власти до своего самого последнего дыхания. Пока возможно, его ближнее окружение, вот по тому образу и подобию, когда был убит Сталин, вот это у них, кстати, опыт есть. Кремли убивать своих вождей, убивать вождей своим ближним окружением. Тоже, еще раз повторяю, вариант уничтожения Путина своими, так сказать, в кавычках, потому что там своих нет. Я знаю прекрасно эту ситуацию и многих этих людей, которые сейчас правят в Кремле. Там действительно нет своих, реально. Там все держатся на определенных интересах, связях, доверии, личностных каких-то контактах. Все, вот, но так, чтобы, я не говорю, еще раз повторяю, вот я не пришел сюда говорить, что, ой, слушайте, Путин идет, блин, и мы сейчас будем жить прекрасно. Ой, надо сейчас какое-то движение перемен делать для того, чтобы как-то внутри России изменить. Я это не, еще раз повторяю, я это абсолютно не говорю, потому что, смотрите, Россия это очень интересное, парадоксальное государство, где ты только начинаешь улучшать и что-то делать хорошее, как тут же в итоге все становится только хуже. Я вот даже конкретный пример приведу свой. Начиная еще с 2017-го, с 2007-го года, когда я жил в Москве, судился. Был случай, через Верховный суд я добился изменения приказа МВД. Создал выигрышную практику на сайте, отменял сотни постановлений обвинительных, мировых судей. В отношении водителей. И что они сделали? Они просто закрутили законы, ужесточили правоприменение, написали кучу вообще таких инструкций, где потом люди обращаются в Верховный суды, в Конституционные, они эти инструкции отменяют. Они просто вообще зацементировали, забетонировали правовое пространство и разрушили, как это говорят, конституционалисты, конституционную материю. Вот и все. Поэтому еще раз пытаюсь, что в России не может быть никаких перемен. Россия должна распасться, должна самореквидироваться по образцу Советского Союза. И вот те новые субъекты международного права, которые возникнут, Татарстан, Республика, Башкортостан, Хабаровский край, они уже сами свой путь выберут, куда им идти, каким проводить реформы и так далее. Главное, чтобы не было в Москве, не было вот этой Вавилонской будницы, которая высасывает все соки из регионов и является главной угрозой для мирового сообщества. Светлана? Да, да, что, Светлана, что хочу сказать. Вот читаю, да, в последние дни много было разговоров о здоровье Александра Григорьевича. И радости было, как говорится, полные штаны у населения, да, что вот уже ему настолько плохо, что дальше и некуда. А потом смотрят Александр Григорьевич, опять живее всех живых. И вот то же самое приходит, да, происходит и с Путиным. Вроде Соловей и Ижи с ними, и ты, кстати, в том же числе. Только-только убедят население, что вот-вот чуть-чуть уже осталось, совсем уже скоро хорошо. И вдруг бабах, оказывается, надеяться-то не на что. Свет, не в этом дело. Мы все знаем о болезни Путина. А его даже уже нескольких болезней знаем. Но еще раз пытаюсь, что тут надо исходить из того, что вся медицина работает на здоровье Путина и Лукашенко. Лукашенко и Путин – это вообще уникальная ситуация. Тут один паразит Путин, который паразитирует на Западе, торгуя с Западом, продавая на Запад газ, нефть, лес, природные ресурсы, металлы и все прочее. А внутри путинского режима сидит другой паразит. Лукашенко, который паразитирует на путинском режиме. И как вот нам из курса биологии что известно? Что если умирает главный паразит большой, то тогда после этого через какое-то время очень быстро умирают и те паразиты, которые внутри себя. Поэтому Лукашенко в данном случае он просто такой паразит, который сидит внутри путинского режима. И он умрет, имеется в виду политически. Только тогда, когда уйдет с этой сцены путинский режим. И у Лукашенко уже не будет такого кошелька, чтобы давать по несколько миллиардов долларов на поддержание вот этого фашистского карательного, незаконного и негативного политического режима. Ну вот Винсент Новый пишет. Светлана, пригласите Арестовича. Сколько слушаю, никого честнее и адекватнее не видела в Украине. Значит, не приходилось, честно скажу, фамилию Арестовича знаю. Слушать мне его не приходилось. Юра, ты можешь оценку какую дашь? Значит, я хочу сказать так, что раньше Алексей Арестович говорил правильные вещи. Иногда он говорит тоже правильные вещи. Но в последнее время Арестович участвует в спецоперации по дезинформации граждан Украины и мирового сообщества. Что означает его недавнее интервью. Знаете, эти источники могут посмотреть, когда Арестович сказал, что если Запад нам не поможет, мы развернемся и уйдем в Китай. Ну что это такое? Это просто глупость. Это глупость. Вот смотрите, я говорю, Света, уже второй год здесь на твоем канале о том, что Украина является частью западной цивилизации. Это такая же европейская страна, как и все страны Европейского союза. Украина будет и в Европейском союзе. И нам надо сейчас думать о нашем геополитическом буфере между китайской цивилизацией и западной цивилизацией. Это то, что будет после распада России. Потому что Россия еще распадется на треть цивилизации. Китайская цивилизация, уже Путин определил ей распад путем подписания договоров, в том числе и секретных. В конце осени 2021 года, уже в этом году, на 51 год он сдает территории, там по площади фактически 6 Украин. Потом исламская цивилизация, это с юга, значит, нынешней пока что России. И западная цивилизация со стороны Запада. И нам надо думать, еще раз повторяю, о неком геополитическом буфере. Это нам нужен буфер, еще раз повторяю, от Китая. Потому что китайская цивилизация для Украины, это не враг. А пока что, ну, пока еще не враг, да, но это стратегическая опасность. Стратегическая опасность. Потому что Китай, Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз уже де-факто объявили врагов. Потому что это серьезный оппонент и конкурент в экономической сфере, в сфере высоких технологий и так далее. И эти факторы надо учитывать. Кроме того, обратите внимание на Конституцию Украины. В Конституции Украины на конституционном уровне, в общей части, в основном конституционном устроении закреплен курс на вступление Украины в НАТО и в Европейский Союз. И каким образом, то есть получается, что заявление Аристовича, оно абсолютно безответственное, дезинформационное и к тому же антиконституционное. И то есть, иными, да, а почему, вот давайте теперь рассмотрим мотивы, почему Аристович, Алексей Аристович сделал такое заявление. Он сделал такое заявление. Это зрители и слушатели об этом мало знают. А до этого, кстати, говорил представитель московских сеслибов Верховной Рады, так называемый вот этот самый, Давид Арахами, депутат Верховной Рады, о том, что, ну, нам надо брать опыт у Китая, чтобы вот Марс Коконород брал там у Коммунистической партии Китая. Почему он так говорил? Потому что, смотрите, в Верховной Раде Украины после выборов в 2019 году создалась очень уникальная конфигурация, которая заключается в следующем. Что вот есть так называемая партия ОПЗЖ, ну, это, говоря на языке спецслужбы, агентурный аппарат Российской Федерации. И еще есть другая составляющая в партии Владимира Зеленского, это так называемые московские умеренные либералы, или московские сеслибы, как это называют. Вот это называемые сеслибы, то есть они системные либералы, в крыле, значит, Зеленского, это Дубинский, Буржанский, Арахами, Кульчийский. Еще есть несколько человек, которых в Украине вообще имеют очень слабое посредственно отношение. И в том числе, в том числе, у некоторых из этих лиц, которых я перечислил, имеются кураторы, кураторы из Москвы, но там условно опять-таки из Москвы, я согласен с теми зрителями и слушателями, потому что там все равно идет в Питер, в штаб-компанию «Газпром». И эти кураторы, чтобы вы понимали, какая тут складывается очень интересная ситуация, они лоббируют и в правительстве России интересы Китая, и, соответственно, через московских сеслибов Верховной Раде также интересы Китая. То есть это китайский агент. Понимаете, в чем вопрос? То есть вот те же самые лоббисты из Минэкономразвития России, есть там, в том числе, значит, среди них это, значит, Новак, есть такой, вот он тоже является одним из лоббистов Китая. Это фактически все китайский агент. Они лоббируют Китай, а Китай, смотрите, Китай не смотрит, вот опять-таки с точки зрения Китая, а где ему? Он, Китай, считает понятно, что Россия оккупировала, точнее, Советский Союз, часть его суверенных территорий. Он эти территории, безусловно, заберет у них стратегия на сто лет вперед, как минимум, Китай, потому что Китай, ну, стратегия у них, они стратегически мыслят. А по экономике, как кажется, они этих агентов, что в Газпроме и в Российских Министерствах используют свое влияние и в России, и в Украине, в том числе в странах Европейского Союза. Поэтому получилось, вот это я просто вам объяснил, откуда растут ноги у этой дезинформации, у этой спецоперации арестующих по дезинформации населения Украины и России, ну, и в том числе и странах Европейского Союза. Если они затаскивают в Китай, я на это даже с таким человеком и говорить не готова. Так что Арестович, интервью с Арестовичем отменяется однозначно. Да, и послушайте, и более того, я хочу сказать, смотрите, Арестович является, ну, скажем так, он после Михаила Подоляка, есть первый спикер Офиса Президента, Михаил Подоляк, так называемый, коммуникатор, Арестович на втором месте коммуникатор. Они все зависимы от одного человека, мы его знаем, кто самый главный в Офисе Президента. Это фактический президент. Есть президент у нас номинальный, который сказал, что в Украине каждый президент, это Владимир Александрович Денецкий. Есть другой человек, который сразу же воспользовался его формулой и стал фактическим президентом. Это глава Офиса Андрей Борисович Ермак. Я напомню, это человек, от которого были проведены три вербочных подхода ФСБ, и он получил, был, значит, завербован в Федеральную службу безопасности, перед тем, как его допустили к переговорам с руководством и прочим, получил оперативный псевдоним «Возорь». Понятно. Вот, Юр, ответь на такую полемику, твою точку зрения. Светлана Скрытникова пишет, пока люди не начнут громить все вокруг, ничего не изменится. Но ей отвечает, ах, она отвечает, они уже громили, и новый мир построили на скоблоках. И что? И весь мир ужаснулся. Вот если сейчас сценарий столетней давности повторится, будет ли это хорошо, Юр? Сценарий столетней давности повторится, возможно, в режиме лая. Почему? Потому что, во-первых, сейчас нету в России такое население. Обратите внимание, Российская империя и современной Российской Федерации. Вот в Российской империи население было практически восемь раз больше, чем в современной Российской Федерации. Какая была тогда демография и сейчас? Ну, сейчас, во-первых, громить некого. И нечего. А чтобы подобных, а чтобы еще раз пытаюсь, чтобы распад был мягкий, вот наша задача, каково вообще все мировое сообщество? Работать на приговор Владимира Путина и его чекистко-фашистской ОПГ. Путин за все свои преступления, начиная с преступлений в Украине, безусловно, должен быть осужден. Вот какая наша задача. Для чего? Потому что, смотрите, приговор Путина, он внесет важнейший вклад в обеспечение международной безопасности. Не повторяется войн и аннексия. Потому что, вот обратите внимание, я буду говорить истинно, там, где свершилось международное уголовное правосудие, посмотрите, войн нет, уже не стали. Примеры. Трибунал над Японией, трибунал над Гитлеровской Германией, трибунал над бывшей Югославией, трибунал над Ираком и Саддамом Кусейном, трибуналы над африканскими диктаторами в африканских странах. Вот наша задача какая сейчас. Работать, то есть увидеть это зло. И уже потом в контексте осуждения международного уголовного трибунала Путина за его агрессивную войну против Украины и других странах, также россияне, или вот тот субъект, который после России останется, в Москве, например, в Москве тоже Путин может уже быть, конечно же, путинизм осуден за внутренние преступления, за коррупцию. Потому что международный уголовный трибунал, международный уголовный суд имеется в виду, он будет судить Путина только за международные военные преступления, против человечности и так далее. Там очень узкий набор преступлений, за которые этот суд судит. А вот за внутренние преступления уже, то, что Путин натворил внутри России, в том числе касаемые и связанные с укропацией власти, его должен уже судить там, значит, тот суд внутренний на территории России. Важен этот приговор, еще раз повторяю, есть этот приговор, потом через какое-то время по принципу деноцификации, которая была проведена несколько лет в Германии, после поражения Германии во Второй мировой войне, должна, безусловно, состояться депутинизация. И надо уже всем, еще раз повторяю, думать сейчас о том, как строить свои независимые самостоятельные государства, какая будет экономика, еще раз повторяю, после распада Российской Федерации. Это очень важно, еще раз повторяю, империю зла развалить, распустить и начать строить свободные демократические государства. Это, конечно, хорошо, красиво звучит в России, свободное демократическое государство. Но вот Винсент Новый очень резонный вопрос задает. Ребята украинцы, а кто у вас кого не продаст? Вы же знаете, что это традиционная национальная забава. Даже искать не пытайтесь непродажных по коррупции. Москва Киеву всегда уступала, всегда комментирую. Ну, во-первых, нужно исходить с того, что фактическая независимость Украины, точнее, Украина стала приобретать фактическую независимость не с 24 августа 1991 года, после распада Совха, как это здесь отмечается официально, День независимости Украины. А именно с 20 февраля 2014 года, после победы Евромайдана, начала Путина, 4-й мировой гибридной войны. Потому что вот именно в этот период Украина действительно оторвалась от России. До этого Украина была политической, экономической колонией. Понятно, сначала бывшего Советского Союза, теперь и нынешней России. Естественно, каких-то 7 лет фактической независимости, но еще раз повторю, полу-независимости. Почему? Потому что у нас действительно, в Украине, я об этом везде говорю, огромный агентурно-подрывной потенциал Российской Федерации. Агентуры везде, и среди высшего политического руководства, и вот не так давно, значит, среди СБУ, бывший, значит, сотрудник СБУ, который был выгнан со службы в 2014 году, организовал крупную агентурную сеть Российской Федерации и среди сотрудников правоохранительных органов Украины, и службы безопасности. И таких агентурных сетей, я так предполагаю, достаточно большое количество. Поэтому еще повторю, что сейчас Украина находится в состоянии национальной освободительной борьбы, потому что Евромайдан я рассматриваю как именно национальная освободительная борьба, с одной стороны, и с другой протекает самостоятельный процесс под названием «революция достоинства». То есть люди стремятся действительно борясь с российской агрессией, с этой агентурой, с гибридной войной, потому что здесь война в основном идет, конечно, даже не военными средствами, а вот различными агентурными. Так как я уже с этим и слушателем рассказывал, что из общей подрывной деятельности Российской Федерации, она, благодаря ее самостоятельной части агентурно-подрывной деятельности, достигает 80% из 100. То есть из общей продавной деятельности. То есть остальные 20% это берем пропаганда, использование потенциалов международных организаций против Украины и других стран, а вот 80% это за счет работы агентуры здесь внутри Украины. Поэтому еще раз повторяю, что подобного рода, да, может казаться, действительно, создается впечатление, что здесь, ну, и, как говорится, действительно, тут и продажных много людей. Почему? Потому что у них отсутствует политическая культура. Вот, еще раз повторяю. Но вопрос, вот смотрите, почему я говорю, вот именно сейчас нужно размышлять, какие государства, как строят независимые государства внутри России после ее распада. Это очень важно. Почему? Потому что, по крайней мере, мы у людей, которые проживают на территории Российской Федерации, формируем образ будущего. Вот, чтобы у них не было такого, вот раз совок развалился, все, и сразу наступил вакуум. Потому что люди жили в одной формации, она исчезла, а появилась новая формация, и они не знают, как ниже. И вот, чтобы люди уже были готовы, почему? Потому что знание – это сила. Вот, тот, кто знает, тот уже вооружен. И чтобы люди уже были готовы к новой формации, построению действительно полданных независимых государств внутри Российской Федерации, им, конечно, нужно все это объяснять. То, чем мы, собственно говоря, создаемся. Да, я Владимира Штоль благодарю за поддержку в Суперчате, да, и хочу вопрос Сизова-Пельмя задать. Юрий, как думаешь, а может быть создана антипутинская коалиция наподобие антигитлеровской? А разве то, что делается сейчас Альянс Европы и Америки в этом вопросе, это разве не антипутинская коалиция? Или в ней чего-то не хватает? Ну, а какая-то, может быть, это антипутинская коалиция, если Путину, Меркель и Байден разрешили достроить и пустить в эксплуатацию Северный поток-2. Я не понимаю, какая-то антипутинская коалиция. Вы вообще почитайте международное право. Что такое станции в международном праве? Я вот очень рекомендую почитать и на сайте Организации Объемных Наций, почитайте Устав Организации Объемных Наций. Что это такое? Это блокада. Почему? Потому что, смотрите, Путин особо тяжкий международный преступник. Мы об этом все знаем. Что это делать с преступниками? Их изолируют. Прежде чем наказать, реальных наказать, их сначала изолируют. Так вот, каковы должны быть санкции? Санкции самые эффективные, как показала практика Совета Наложения Санкции Безопасности Организации Объемных Наций – это блокада. Это блокада вещей, денежных средств, предметов, людей, товаров и всего прочего. Так о какой блокаде изоляции может идти речь, если россияне свободно получают визы, ездят в Европейский Союз? Европейский Союз является одним из крупнейших торговых партнеров Российской Федерации. Путин продает туда в основном газ, лес, нефть, то, что можно в России выкачать, все продается туда. О чем, о какая антипутинская коалиция, о чем речь может идти? Пока такой, фактически, пока такой антипутинской коалиции нет. А то, что санкции вводятся, вот давайте будем разделять, то, что вводятся санкции, во-первых, они ситуационные, как я их называю, это не системные санкции. Это санкции, ситуационные, то есть вот они вводятся по факту совершения какой-то ситуации. Вот где-то на Донбассе опять очередной обстрел, усилия обстреляли, но вот мы там вот чуть санкции ввели. То есть здесь санкции вводятся не для того, чтобы мы вот, значит, вы, значит, оккупировали Крым, и вот чтобы вы ушли, чтобы вы ушли, значит, мы, ну, типа Путина, вот, значит, мы должны вас исключить от виза, мастер-карт, наложить эмбарго на газ, нефть, вас заблокировать полностью везде, отовсюду, изгнать из организации регионных наций, чтобы вы освободили временно-оккупированные территории. Вот так Запад вопрос не ставит, еще раз повторяю. Запад не действует превентивно, Запад не действует системно, у Запада до сих пор пришел Байден, но у него нету внятной и четкой внешней политики на постсоветском пространстве. Это очевидно. Вот смотри, Юр, что люди пишут, да, что, значит, Таня Иванова, украинцев я читаю, да, Таня Иванова, Люся Арестович, актер в сериалах РФ, для лохов сойдет, как и весь зеленый квартал, Светлана Скрытникова, включите мозги, какой Арестович, второго зелю хотите, он продажный, вот, подписали без виз с Китаем, ждите наплыва китайцев, будет как в России, комментируй. Ну, я же уже об этом, а что, Света, ну, я же говорю уже, не знаю, второй год, а на других каналах я четвертый год говорю о том, что Путин планомерно сдает Россию Китаю. Ну, это понятно, это все связано с тем, что, значит, председатель правительства, этот самый Мишустин, и будет, значит, председатель правительства Коммунистической партии Китая подписывать соглашение, серьезный, еще раз повторяю, международный документ, где фактически шесть Украин на 51 год будут сданы в аренду Китаю, это территория Российской Федерации, вот, но, смотрите, не было еще никогда такого прецедента, чтобы Китай уходил с тех территорий, которые он уже де-факто занял, нигде находится. Все, потому что китайцы сразу привозят своих людей, у них масса, вплоть до Бошиц, они вытесняют все коренное население, они осуществляют экономическую экспансию, выкачивают с этой территории все природные ресурсы и забирают их себе. А что касается еще раз повторяю, Арестовича и всех остальных, то это, конечно, еще раз повторяю, продажные люди, они говорят, вот, вы, вот, важно, смотрите, я, например, ни на какую не на должность, у меня никаких нет, но есть у меня там общественная должность, я директор Международной Ассоциации Института Национальной Политики, я, в отличие от Арестовичей, там, этих подалеков и всех прочих, кто в офисе президента, я деньги не получаю. Я на офисе президента, еще повторяю, не работаю. И все, вот. А тут нужно смотреть. Если Раханин, московский сеслик, да, как говорится, ставник Москвы, что говорит что-то про китайское, когда весь западный мир понимает, что Китай – это экзистенциальная угроза для западного мира, потом поддержит Арестович, но понятно, что они действуют в рамках тех, значит, китайских агентов, которые влияют на московский либеральный клан. Верховный Иран, отчасти в офисе президента. Ну и, соответственно, там же и в России. Потому что кураторы, еще раз повторяю, кураторы Китая из Москвы, они для Украины и России одни и те же. Да, вот как твоя точка зрения? Светлана Скрытникова считает, что Путин купил всех и теперь делает, что хочет. А вот Богдан Квитко считает, что всех купить у него пупок развяжется. Нет, точно купил не всех. Мы видим, что Польша не продалась Путину. Польша выступила резко против Северного потока. Заявление бывшего министра иностранных дел Польши, я тоже рекомендую всем почитать, он фактически назвал решение Байдена и Меркель о даче возможности Путину достроить и запустить Северный поток вторым мюнхенским сбором. Потом другие есть европейские страны, которые, еще раз повторяю, занимают достаточно жесткую антипутинскую линию. Страны Балтии, например. Ну, отчасти такой страной, вот умеренно антипутинской, можно считать Словакию. То есть здесь, по крайней мере, страны бывшего Савказа, Лагеря, это достаточно жесткие антипутинские страны. Да, а вот слушай, интересно и очень правильно Инна Ядрец пишет, на мой взгляд, правильно. Иногда трудно различить, про кого говорит спикер, то есть я, про Россию, Украину или Белоруссию. Настолько порой схожие ситуации складываются в политической, экономической сфере и в международных отношениях. Так мы же действительно проживаем как-то во многом похожую жизнь, мне кажется. Правда, это иду схожие. Смотрите, такая ситуация, она происходит из-за того, что Украина, еще раз повторяю, фактически до 20 февраля 2014 года была российской экономической и политической колонией. Потому что если бы Украина, так же как страны Балтии, провела еще в 90-х годах надлежащего уровня административные реформы, подала заявление, пока еще Путин не был, Путинская Россия не была такой сильной, на вступление в НАТО и в Европейский Союз, даже на то, что Путин там на Мюткинской конференции еще в 2000-е. Но это можно было, кстати, еще в 2004 году, когда в НАТО и в Европейский Союз вступила еще Польша, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Вот тогда еще можно было в 2004 году запрыгнуть под зонтик НАТО и под зонтики НАТО и Европейского Союза. Была возможность, если бы Украина нормальная, сбалонтированная внешняя и внутренняя политика, все, и Крым бы не был во временной оккупированной территории, и Донбасс бы никто не оккупировал, но и Украина сейчас, я думаю, по экономическому уровню жизни жила бы значительно лучше, чем та же самая Польша. Но этого еще, повторяю, сделано не было. А аппетиты на Украину, я хочу сказать, не только у Кутинской России, но также у Китая. У Китая здесь экономические аппетиты. Мы видим, что китайцы хотели отжать у Украины мотор Сич. Очень хорошо, что это крупнейшее запорожское предприятие по производству двигателей. Да, и очень-очень хорошо, что СУР в безопасности Украины эту сделку обломала. Потому что я не представляю, но какие-то были бы серьезные стратегические последствия, очень негативные, очень негативного характера Украины. Светлана? Ну, Татьяна Иванова пишет, те, кто пережил русский мир, поумнели, наверное, отчасти поумнели, но вот Светлана Скрытникова вот что пишет. «Россия заводит войска в Белоруссию под видом мучений. Путину очень хочется повоевать. Он это сделает, он больной, ему плевать на людей». Комментируй. Ну, я, пожалуй, возможно, соглашусь, что теопсихическое коне Путина, я напомню, что Путин страдает шизофазией. И его психи... Ну, это один уже официально поставлен диагноз. Другой диагноз, который просматривается у Путина, это его девиантное преступное отклоняющее поведение, как у Маньякова и всех остальных. И вот почему, кстати, Маньяков и вот прочих лиц, которые обвиняются в убийствах одного и более лиц, им очень часто назначают судебно-психиатрическую экспертизу для того, чтобы определить их меняемость. И многие из убийц, они действительно признаются невменяемыми. И вот тут действительно у меня уже сомнения из-за того, из-за вот длительного, беззаконного, преступного, девятного поведения у Путина, его, скажем так, по поведению, оно, на мой взгляд, оно уже где-то, значит, находится вне предела клинической нормы. Клиническая, имеется в виду, медицинская норма. Поэтому в этом смысле, конечно, он во многом психи и сумасшедший. Это сто процентов. Да, вот смотри, давай от Украины отойдем. У нас очень напряженное сейчас положение в Якутии. Якутия вся горит. Якуты, подчеркну, это народ, верящий в шаманизм. И вот когда шамана Александра Гавышева осудили и спрятали в психушку, он ведь предвещал бедствия великие от этого поступка. И вот бедствия пришли. И якуты сейчас, они уверены, что пока шамана не выпустят, и беда не остановится. А если шамана убьют, то вообще плохо будет. Я не знаю, как ты относишься к шаманизму, но сама-то интересная ситуация. И последствия, они всегда же имеют какие-то причины. Безусловно. Это последствия того, что при путинизме Якутию рассматривали как просто сырьевой предаток. Главное, чтобы перелез и увозили в Китай. А какая там безопасность, связанная с недопущением пожаров, вообще ситуация в лесном хозяйстве. Ну, она абсолютно просто никого не интересовала. За лесами не ухаживали. А теперь действительно их и тушить-то там некому. Да, это, еще раз повторяю, это серьезная трагедия. Но, все-таки я считаю, что когда путинская Россия, вот это чекистско-фашистское образование распадется, то тогда, конечно, уже надо будет ставить вопрос о сохранении лесов. Потому что при путинской России мы экологию, точнее не мы, нас там уже нет, а вот те люди, которые живут внутри Мордора, они экологию не спасут. Спасать экологию при путинской России невозможно. Ну, да, конечно. Ну, вот давай вот еще вот такую тему. Россия, вот она уже никуда от этого не денешься. Она готова к распаду. А Средняя Азия становится пороховой бочкой, потому что сила талибов растет. Страшная ситуация. И вот прогнозируй, что в этом котле, в этой буче будет происходить. Ну, если Россия вяжется в войну с талибами, хотя бы зачищая Таджикистан, как своего союзника по АДКБ, ну, это так называемый квазинат, это организация по безопасности коллективного договора. Со штамп-квартирой в Москве, на Старой площади. То это просто по-неменуемому приведет к распаду. И я считаю, что американцы абсолютно правильно сделали, что из Афганистана вывели страны НАТО. Почему? Потому что сначала Путин, когда бомбил безнаказанно и убил десятки тысяч мирных сирийских граждан, он создал миграционную волну в страны Европейского Союза, после чего совсем недавно подключился к этому действию Лукашенко. Лукашенкоские спецслужбы даже стали консультировать беженцев, как им перейти участок белорусско-литовской границы, чтобы осесть в Литве. То есть вот такую миграционную диверсию уготовил. Соединенные Штаты абсолютно симметричную меру сделали. Они прекрасно просчитали, что если они выведут свои войска из Афганистана, сдерживание Талибана прекратится. Я напомню, кстати, что Талибан это террористическая организация, которая в цивилизованных странах признана террористической. А путинские халуи, Лаврок и прочее, они встречаются с международными террористами, убийцами. И таким образом, да, Талибан, безусловно, в странах Средней Азии, это прежде всего Таджикистан, Узбекистан, отчасти Казахстан, спровоцирует миграционный кризис. Я не знаю, насколько он будет серьезным сейчас сказать трудно, надо смотреть, как эти события будут развиваться. Но, естественно, все это усилит в перспективе позиции ислама, исламистов в Москве. Потому что они будут, потому что границы с Востока, они во многом прозрачны России. Поэтому число исламистов на территории Российской Федерации будет расти. Это абсолютно прогнозируемо. То есть, таким образом, в принципе, можно сделать вывод о том, что безопасность России, то, о которой печется Путин и Патрушеву и так далее, с помощью исламистов, она может быть в ближайшем времени подорвана. Вот смотри, да, вот Шойгу заявил, что НАТО рассматривает Россию как главную угрозу. Ну, кто бы в этом сомневался, кто еще может быть главной угрозой, да? И вот у нас Россия в последнее время стала демонстрировать какое-то реальное вооружение, которое раньше только в мультиках показывали. Вот насколько, на твой взгляд, сильна и опасна Россия и ее вооружение? Ну, в основном, в России это модернизированное оружие. То, которое осталось еще после распада СССР. Ну, во-вторых, я считаю, что того потенциала именно статегических вооружений, которых постоянно там декларируется, его нет в наличии. Можно даже обратить внимание на космодроме Пресецка, когда пропаганда российская говорила, что там опускаются ракеты, которые летят в акваторию Тихого океана, и там они взрываются. Так вот, вместо ракет там вылетали муляжи. Ну, да, это было. Да, то есть, по ним видно, точнее, видно по раскраске, ну, не специалист это не поймет, а для специалиста это вылетит, что там, что по раскраске, это экспериментально вылетала просто, ну, скажем так, учебная ракетка. И тут важно, тут важно, еще раз повторю, что не путинскую саму, значит, армию бояться, а сделать все возможное, именно сейчас, это давно надо было еще сделать, вот с момента того, когда Путин, ну, там, хотя медведев, но Путин напал на Грузию, а до этого, кстати, и Чеченскую республику Ичкерия, когда была оккупирована Российская Федерация, вот тогда нужно было начинать применять в путинской России максимально жесткие санкции. Почему? Потому что я всем зрителям и слушателям всегда говорю, что на постсоветском пространстве самая главная проблема – это тотальная безнаказанность власти и власти мужчиков. Просто тотальная безнаказанность. Это главная проблема. Вот если бы то зло путинское еще было бы наказано в нулевых годах за Вторую Чеченскую войну, тогда бы не было Грузии и, соответственно, Украины. И помните всегда, что именно беззаконие, точнее, безнаказанность порождает беззаконие и, как следствие, новые особо тяжкие преступления. Ну, вот тут, знаешь, пишет у меня Светлана Скрытникова, зайдите к Мальцеву, он хорошо показывает, какая сейчас армия РФ, но Кнопка ей возражает, что даже старые бомбы времен Второй мировой войны взрываются по-настоящему. Ну, согласна, взрываются по-настоящему. Только достаточно ли их силы для решения той проблемы, которую Путин хочет, желает решить? Ну, для конвенциальной войны с Западом абсолютно недостаточно. И Путин и Патрушев, кстати, признают. И почему, например, у них появилась доктрина ответно-встречного ядерного удара? То есть Путин и Патрушев фактически говорят Западу следующее. Да, мы признаем, что вы сильнее нас, у вас больше ресурсов, армии, возможностей вооружения, вы, значит, своими системами противовоздушной обороны, наши ракеты, перехвате и так далее. Но мы сумасшедшие, и у нас есть воля, мы вас не боимся, и мы можем начать ядерную войну первым. И вот мы начнем ядерную войну, а вы нас испугаетесь. То есть Путин ядерный шантаж, вот обратите внимание, еще в прошлом 2020 году появился документ, это называется доктрина ядерного сдерживания, который подписал Путин. До этого этот документ имел гриф совершенно секрет. Но в 2020 году, кстати, накануне его намерения вторгнуться, осуществить широкомасштабное военное вторжение на свободную территорию Украины 17 сентября 2020 года, и об этом я тоже говорил, да, никакие, обратите внимание, зрители слушают, никакие Валерии Соловьи и другие, никто же не упоминает, да, то есть 17 сентября, что Путин планирует напасть на Украину 17 сентября, об этом никто не говорит, об этом, говорю, только я. Почему? Потому что я прекрасно знаю Путина, я знаю, скажем так, я во многом разбираюсь в его мыслях, в его мыслях, я знаю, что он именно так думает, что он живет в этой системе, у него парадигма символов и смыслов, и он в ней пребывает, это его мир. Просто, понимаете, еще раз повторяю, чтобы понять Путина, как он думает, вы должны в его мир войти, и отсюда у вас будет тогда соответствующий вид непонимания его намерений. Да, понятно. Я об этом говорил, и поэтому вот перед 17 сентября-то и был, это важный разведпризнак, опубликованное в открытом доступе, то, что раньше публиковалось, точнее, под лифтом «Совершенно секрет». Это доктрина ответно-встречного ядерного удара. Светлана? Ну вот у нас, Эфиль, с тобой подходит к концу, да, и вот Ларочка-Солнышко утверждает, Чубайс сказал, пока не продадим все из России, не уедем. К этому все и идет. Комментируешь? Ну, слушайте, ну, Чубайс абсолютно продажный человек. Это путинский агент. Путин поставил его специально на должность представителя России по международным связям, для того, чтобы он мог налаживать как-то отношения с Западом. Но у Чубайса, понятно, еще раз повторю, ничего не получится. Никакие отношения он не наладит. И такие люди, как Чубайс, вот поверьте мне, когда уже не будет Путина, или Путин будет, но они все вместе поймут, что отвечать-то за свои преступления надо, вот уже, так сказать, мир и ответственность. И они пойдут на самые крайние действия. Будут делать все возможное для того, чтобы Россию распустить. Вот поверьте мне. И так оно и будет. И в этом, кстати, и в этом, это я просто сегодня рассмотрел, вот для зрителей и слушателей, другую сторону изречения Володина, есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Да. Ну что, я думаю, эфир был сегодня достаточно интересный. Юрий, спасибо за уделенное время, за то, что информацией важно поделился. В 20.30 Москвы жду вас на канале Истории Бабушки Светы, в моей передаче поговорим. Юра, тебе до свидания. Да, пока, Свет, ну и всем мое прощание с зрителям и слушателем. До скорых встреч, друзья. Ну, до следующего четверга, да? Так надо полагать. Естественно, да, в следующем четверг мы увидимся. Все, до свидания.